Большинство остановок Севастополя не соответствуют нормативным требованиям. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города 21 февраля заявил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иена. По его словам, была проведена инвентаризация городских и сельских остановочных пунктов, которых чиновники насчитали 795. Была разработана трехлетняя программа по приведению соответствия остановочных пунктов и автопавильонов. Так, в 2021 году в рамках государственного задания по работам по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастодор» было установлено 60 автопавильонов. Дополнительно также в рамках ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог установились дополнительно еще 33 автопавильона. Итого за 2021 год было установлено 93. Кроме того, как сообщил Павел Иена, в нынешнем году планируется установить еще 60 новых павильонов. Предварительный перечень мест их размещения на данный момент готовят чиновники профильного ведомства. Однако, как уточнили на аппаратном совещании, обновляться будет только коробка остановки. Электронными табло их пока оснащать не будут. Но пока у нас финансирования по данным мероприятиям нет. Готовим заявку, которую планируем в апреле месяце подать в Роста Автодор для участия в данной программе в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги. Часть финансирования мы заложили в рамках государственного задания по содержанию автомобильных дорог. И в ближайшее время произведем контрактацию по мониторингу движения общественного транспорта.